За время прямой линии с губернатором Севастополя Дмитрию Овсяникову задали около 30 вопросов. Одной из тех, кто обратился к главе города, была Елена Есина. Она живёт на переулке Новикова в районе третьего отделения агрофирмы «Золотая балка». Жительница Балаклавы недовольна уборкой улицы и площади с состоянием складских помещений. Боится, что из-за веткости здания развалятся. Это бывшие склады агрофирмы. Сейчас они не используются. Попросим «Золотую балку» либо нести ответственность за такое состояние, либо передать городу, что мы найдём вариант, как этим воспользоваться, исправить ситуацию. Я позвоню, поговорю с собственником, с директором предприятия, для того, чтобы они обеспечили. Либо снос, либо укрепление, но для того, чтобы те, кто проходил мимо, не были подвержены угрозе. Вот когда не реагируешь, за это наступает ответственность. Я надеюсь, что нас услышат и не будут доводить до этого. По словам главы муниципального образования Евгения Бабошкина, он направляет агрофирме обращение с просьбами снести здания или отреставрировать их. Но пока движения в лучшую сторону нет. Представители «Золотой балки» периодически убирают мусор с этой территории. Бабошкин показал нам склады, про которые говорила жительница Балаклавы. Здание в аварийном состоянии. Мне представляет себя опасность в том плане, что когда сильный ветер, вот шифер и черепица, они летят, и люди могут пострадать. Значит, мы не дракатно обращались к руководству «Золотой балки», чтобы как-то они свои объекты обустроили или отказались от них. Ну, по каким-то вопросам находим взаимопонимание, по каким-то не находим. Глава города приехал на место, чтобы оценить масштабы проблемы. По словам представителей агрофирмы, плановый ремонт этих объектов запланирован на первую половину 2018-го. О решении этого вопроса мы расскажем в следующих информационных выпусках. Во время общения по прямой линии с Дмитрием Овсянником Елена Есина акцентировала внимание еще на одной проблеме. То, что находится на площади, это просто ужасно. Переулок Новикова наш вообще не убирается. Здесь нет тротуара, чтобы люди, когда идут по переулку Новикова, могли пропускать машины. В этом месте как раз очень заужена дорога кустарниками. Поэтому мы сейчас вырезаем кустарники, чтобы люди могли спокойно ходить и не мешать автомобилям, а автомобили людям. Спрашивала жительница Балаклавы также о санитарной очистке территории. Здесь была обнаружена свалка небольшая, которая ликвидируется сейчас силами подрядной организации, с которой у нас договорный вывоз мусора. Но задавала Елена Есина во время прямой линии губернатора и вопрос о сохранении истории. У нас три памятника на 10-м километре. Высотогорная, армянский, грузинский памятник. Обратите на это тоже внимание. Большие памятники. Высотогорная вообще заброшенный памятник. Это место – высотогорная, вторая точка визита Дмитрия Овсяникова. Здесь находится памятник 318-й Новороссийской стрелковой дивизии. В мае 44-го года солдаты формирования участвовали в боях за наш город. В честь подвига на месте братской могилы бойцов установлен монумент – 12-метровая стела. По словам Дмитрия Овсяникова, объект введен в Севастопольское лесничество. Им и даст соответствующие поручения. Решения простые. Переведить в порядок обелиск 318-й стрелковой Новороссийской дивизии, особенно к 9 мая. Сейчас мусор убрали вокруг. Необходимо и перевести в порядок сам монумент, и сделать дополнительное благоустройство. Нужно все-таки бережно относиться к данным монументам и содержать, охранять, да, бывают плохие случаи, восстанавливать эти объекты. Не только силами лесхоза государственного, а силами жителей, силами компаний, которые здесь присутствуют. Журналисты нашего телеканала будут следить за выполнением поручений Дмитрия Овсяникова по Балаклаве. И расскажем о результатах в следующих информационных выпусках. Светослав Данилов, Андрей Тымчук, Анатолий Кукс, информационный канал Севастополя.